итак всем привет сегодня уже несколько дней потестировал даже больше наверно недельку я потестировал наш смартфончик который был недавно у нас в распаковочке смартфончик телефон гира гирафон с 08 серво вот так вот серво я как бы впечатление у меня хорошее впечатление и за 13 долларов это ну реально отличный аппарат действительно он конечно не смартфон там и к чему привыкли но очень-очень не таки неплохой первое что я хотел рассказать это симки симки здесь вставляются 2 1 микросим и вторая обычная симка вот в этот отсек он выезжает вставляется также вставляется карта памяти симки я сейчас не вытянул как они стоят в моем телефоне уже но по поводу связи скажу что связь отличная никаких проблем прерываний ничего с нашими операторами у нас все было отлично то есть я звонил меня слышно прекрасно я звонил и оппоненту не слышно хорошо все отлично несколько дней пользовался по поводу батареи если две сим-карты то в режиме ожидания телефон протянет не более чем полтора дня если на одной сим карте то вытянул три дня он у меня продержался в режиме ожидания если активно пользоваться то ну 6 8 часов он будет работать то есть и разрядится батарея здесь на 300 миллиампер часов заявлено производителем но когда я заряжал замеры у нас показали триста тридцать семь миллиампер часов прошло полчаса залила 190 миллиампер часов и ток 17 ампер 017 ампер и так когда он зарядился вот такой вот значок у нас появился заряжался он полностью от залил триста тридцать семь миллиампер часов перестал подавать ток и заняло это все около двух с половиной часов разряжен он был полностью в ноль так charging complete пришел он полностью разряженный то есть разряд 0 то есть у него есть саморазряд он если просто лежит он тоже разряжается даже выключенный вот по поводу зарядки еще скажу то есть зарядка здесь на пол ампера но она дает реально питание то есть реально дает ток 0102 то есть 018 у такой вот ток дает поэтому заряжается телефон долговато я бы сказал то есть 300 миллиампер часов заряжалась два с половиной часа момент который хотел я еще сказать что здесь нестандартный у зарядки нестандартный и юсби именно длина юсби вот этого входа микро юсби он длинный то есть он длиннее чем обычный микро юсби и если вставить сюда допустим если у вас что-то случилось с зарядкой вы хотите вставить сюда какой-нибудь другой провод но не все подойдут провода придется обрезать у них пластик потому что они просто будут отсюда выпадать вы вставите они коротковаты и они будут просто отщелкиваться здесь этот же родной он вот так плотно садится все отлично он взял крышку и вот так выглядит наша задняя стенка боковушка верхушка и 2 боковушка ничего у нас нет здесь у нас дырочка динамика я так понимаю снизу вот одна и 2 сбоку снизу у нас зарядка и вроде бы больше ничего нету функция спиннера это обычный то есть внутри как бы дырка с подшипником в телефоне и обычная заглушка такая вот ну я не знаю как правильно их назвать то есть обычная штука как у обычных спиннеров вкручивается вкручивается довольно таки спокойно затягивать сильно не нужно то есть она хорошо хорошо вот так закрутилась и можно использовать как спиннер крутится довольно таки неплохо вот по поводу управления и меню русский язык русский язык довольно неплохой я не заметил каких-либо косяков по русскому языку то есть он аудио игры инструменты календарь профили настройки подсветка корпуса подсветка корпуса здесь немножко дальше будет чуть темнее сделал чтобы было видно подсветка корпуса немножко дальше я включу mp3 плеер и вы увидите как он светится красиво когда проигрывает мелодия плюс здесь нету входа 35 но здесь есть bluetooth полноценный bluetooth и он довольно таки неплохой в сравнении с плеерами которые мне недавно приходит будет обзор отдельный вот но он держит bluetooth он не обрывает связь и действительно такой неплохой но конечно маловато батарейка у него она и она имеет саморазряд но как mp3 плеер можно его использовать легко с моими bluetooth наушниками он приконнектился отлично играет звук конечно не суперский но довольно таки неплохой пробежимся по меню кнопки очень маленькие для крупных пальцев не подойдет потому что допустим можно меню выбрать конечно пунктом 4 нам нужен нажали четверочку он нам высветил да то есть проводник допустим нам видео ну мультимедиа надо нажали 5 он зашел мультимедиа но если мы хотим перебрать это нужно нажимать вот эти вот маленькие с тремя точками кнопочки влево вправо и часто бывает я вот ногтем нажимаю ногти короткие как у кого крупные пальцы ну я думаю не получится это сделать и постоянно у меня то назад нажималась то сброс то еще что-то также есть журнал вызовов контакты есть есть сообщение сообщение тоже мелковато но читаем а отлично вот ну и давайте по по поводу мультимедиа тут картинки можно но экранчик очень маленький ну как бы не для этого но телефон этот имеет реально вау-эффект особенно если показать те функции которые у него есть вот давайте мы откроем сразу так я сделаю откроем сразу mp3 player чтобы приконнектить bluetooth запустить наушники заходим в меню находим в настройки и вот здесь стерео наушники выбираем стерео наушники подключаем их как видно уже у меня подключены вот к з наушнике вот и потом для того чтобы их уже включить просто выбрать вот этот стерео выход bluetooth то есть сейчас он проигрывает и будет играть музыку в наушнике я не не знаю будет ли слышно или нет но давайте попробуем запустим вот он пошел играть в наушники вот эта подсветка она отключается допустим если вы используете как mp3 плеер то подсветочку можно отключить потому что в кармане зачем она вам в наушниках он звучит ну не хуже чем redmi 3s немного я так думаю что лишних басов здесь так немного бум 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 но давайте попробуем выключить включить мелодию уже увидеть красоту эту всю услышать как она все звучит есть радио радио не нужно никаких антенн не нужно не втыкать ничего просто радио включите можно включить она будет здесь прыгать но давайте пока отключим bluetooth эффектно да очень круто давайте посмотрим еще другую мелодию включим довольно никому неплохо играет подсветку эту конечно можно отключить вот эти динамики чтобы она не разряжалась сильно и вполне можно использовать телефон как mp3 плеер причем я сейчас покажу какие плееры у нас будут в обзорах скоро вот такие два плеера это к 8 бенжи и он x1 скоро будет на них обзор для сравнения их двоих какой mp3 плеер выбрать для того чтобы использовать его в качестве bluetooth плеера вот они оба с как bluetooth ну вот мы посмотрим так вот он реально конкурент обоим этим плеером вместе взяты обо всем я расскажу детально в видео уже посвященную этим плеером крышечка открывается у нас вот здесь вот так просто вроде бы все сказал играет прикольно давайте пробежимся еще по меню какие тут есть у нас пункты журнал вызовов сообщения контакты список файлов мультимедиа аудио игры инструменты календарь профили настройки интернет кстати интернет и сейчас симки нету но но интернет реально работает и ну единственное что это ужас конечно на таком маленьком экране что-то серфить в интернете но он реально браузер здесь работает давайте послушаем fm радио сразу то есть не надо никаких антен ничего он нормально радио сканирует давайте попробуем дальше что-нибудь еще посканировать так автоматически поиск каналов запустили еще раз вот наверное этими кнопочками надо их переключать вот это хорошо звучит так радио посмотрели то есть можно посмотреть видео тут и изображение даже есть диктофон то есть в принципе полноценный телефон но вот таком вот маленьком гамарите звук у него хороший собеседника слышно хорошо то есть ну в принципе вообще плюс имеет вау-эффект то есть когда вышел там друзьям вот так вот показал а еще и позвонить можешь это вообще бомба вот мне очень понравился этот смартфон он подойдет как на повседневку пользоваться единственное что на повседневно если особенно двумя симками то нужно быть готовым там либо powerbank либо где-то подзаряжать его среди дня потому что там я думаю ну 6 часов не больше он протянет с двумя сим-картами с одной сим-картой на день я думаю его хватит вот но если конечно там не разряжать его mp3 плеером то как телефон можно использовать и в течение дня я думаю его будет хватать ну и напоследок один из приятных моментов он включается и выключается с очень приятным звуком то есть давайте попробуем выключить такая мелодия не напрягающая нераздражающая и очень приятно мне нравится на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок и и и и и и Продолжение следует...